Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Кто-то вниз, а Верка не пропадет Все-таки нехорошо ее одну в этой ситуации оставлять Давай вернемся? Ну, давай так, я вернусь, а ты иди домой Укутайся пледиком, чай с медом попей Вернусь, проверю Хорошо Поехали Уле-уле-уле-уле Крылья чемпион Малыш, мне было очень хорошо Как ты сказала? Мой малыш Нет, так называть не надо, меня А как? Какой я малыш? Какой я малыш? Ладно, ладно, мы гигант Кофе хочешь? Ага Ну, а ты пока На, мультики посмотри Я не понимаю, откуда в людях столько ненависти Я чудом осталась жива Они просто вели себя, как звери Меня подруга спасла, она работает в этом переходе Ей весь варек разбили У меня папа был футбольным болельщиком и нормальным человеком А эти просто уроды Вы оценили ущерб? Не знаю, считать надо И в себя прийти Ты куда? Прости, нужно бежать Прости Максим Стой, стой Может ты под шумок сперла что-то? Сумку мне показала, сумку Придурок, достань от меня Ты мне за этот варек натурой отдашь, понятно? А если жене позвонишь, я тебя вообще уродю Слышишь, земляк? Девочку отпусти Ты кто такой, а? А? Ну что? Поехали, отвезу тебя домой Здесь я живу Дома нет никого Сойдешь? Нет Мы еще увидимся Не думаю Это из-за Риты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Верочка, это Эдуард. Здравствуйте. Верочка, Максим звонил утром? Ну, то есть, у нас ночь была. Я толком ничего не понял, спрашивал. Просил денег для матери. Что там с Галей? Что-то плохое? Да нормально всё. Просто Макс, как всегда, преувеличивает. Мы еду и деньги отправляем. Ничего не надо. Точно? А то у меня с деньгами сейчас туговато. И отпросить у жены сама, понимаешь, ну, не хочется. Ой, когда он хотел жене и сыну помогать? Правильно? Никогда. Угу. Вера, я же тут не на мешках с долларами. Всё же правильно. А вот ваша жена, кстати, тоже не на мешках. Но сидит. Вера. Ой, всё, идите к чёрту. Господи. Отвез ты домой. Кирюш, заходи. Я камин растопила. Ну, ладно. Что там с Верой? Всё хорошо. Отвёз её домой. Молодец. Что это? Это я с Верным начальником поговорю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тяжелый день. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я поехал. Веточка! Вера, я видел по телевизору, как ты? Прекрасно. Пока ты где-то шлялся, там я чуть в жертвы и фанатов не стала. Я в редакции был, Вера, прости. А телевизор где нашёл? В редакции. Я задержался, прости ради бога. Всё, всё, всё. Прости. Может, ты водички хочешь? Ну, ничего, всё нормально, всё, не тискай. Ну, не тискай, ну не тискай, всё. Всё, успокойся, всё хорошо. Всё, всё, всё. А знаешь, кто ещё со мной влип? Да, я видел, Риту и Кирилл. Её чуть фанаты не затоптали, я вытащила. Спасибо, хоть сказала? Спасибо, сказал. Только. Пусть подавится своим спасибо. Вся такая деловая, в брендовых шмотках. Отец-то звонил. Когда? Только что. Сказал, что у него нет денег. Какая сволочь. Сомневался? Козёл у меня есть козёл. Какая сволочь. Какая сволочь? Какая сволочь? Какая сволочь в свою�у? Козёл... Какая сволочь? Бронислава Янна, это Григорий, частный детектив. Здравствуйте. Доброй ночи. Григорий, что-то случилось? У меня есть новости по вашему делу. Мы сможем с вами встретиться завтра. Конечно. Приходите в обед в наш офис. Бронислава Янна, а мы могли бы с вами встретиться в каком-нибудь уютном ресторанчике? Не все же время вам работы. Нужно ж и отдыхать. Я вас приглашаю. Хорошо. Встретимся в кафе напротив офиса. Но я буду платить за себя сама. Но… Это не обсуждается. Завтра в семь. Хорошо. Да, алло. Витка, привет. Это Вера. Верочка, хорошо, что ты позвонила. Я бы сама тебе набрала, но не успела вчера взять твой номер телефона. После этого кошмара сложно было сообразить. Как ты? Я-то нормальная. Ты как? Я тоже ничего. Кирилл вчера очень помог. Слушай, а может мы встретимся? Я рассказала Максиму, как мы пересеклись. Он просто потрясен. Он тоже хочет увидеться с тобой. Может тогда сегодня? Я пол седьмого освобождаюсь. Можем семь. В ресторане Кувшин на Архиповской знаешь? Знаю. Слушай, а может в каком-нибудь другом ресторане? Ну, чуть попроще. Нет-нет-нет. Плачу я. Все нормально. Это самое малое, чем я могу тебя отблагодарить. А Кирилл будет? Я спрошу у него. Ну все, тогда до встречи. До вечера. Ладно. Я ни в какой кабак с твоей Ритой не пойду. Ты что? С дыма сошел? Она же была влюблена в тебя, как кошка, как кошка. Тем более она сказала, что за все заплатит. Ты не понимаешь, что после всего, что ее отец сделал, я видеть ее не могу? А ты можешь? Ну и дурак. Зато ты умная. Что ты опять себе придумала? У тебя план какой-то? Догадливый. Я хочу, чтобы все Риночки на деньги стали нашими. Каким образом? Это я пока не придумала. Но я обязательно это пойму. Но для начала нам нужно восстановить нашу прекрасную ее мужскую дружбу. А без тебя это будет сделать очень сложно. Поэтому ты не просто пойдешь в этот ресторан. Ты в него побежишь. Ошибаешься. Вера. Вера. Глянь, одни джинсы. А брюки где? Вера. Я не пойму, а костюм где? Не знаю. Может, я его в твоей квартире оставил? Ты что, дурак? Где я тебя сейчас возьму деньги на новый костюм? Какая разница, в чем я пойду? Надо же. Алло. Максим Эдуардович, это из колонии. Да. Что с мамой? Ее нужно срочно переводить в нормальную больницу, иначе вы свою маму потеряете. А разве это возможно до освобождения? Возможно. Я могу написать ходатайство и поручиться за нее. Если вы со своей стороны проявите расторопность. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, понимаю. У вас максимум недели. Всего хорошего. До свидания. Что опять случилось с твоей мамой? Болеет. Ты права. Нужно идти в ресторан. Тем более на халяву. Так, я пойду заберу у Журы свои бабки. На новый костюм должно хватить. Встречаемся через час в доме Трагубля. Вера, мне в редакцию нужно заскочить. Слушай. А знаешь что? Ты сейчас войдешь в свою редакцию, и уволишься. Ты с ума сошла? На что мы жить будем? У нас будет столько денег. У тебя будет такая работа, что мы будем деньги лопатой грязи. Ты будешь работать у Риты. Ну все, давай, идите ты. Все, пока. Давай. Богдан Иванович. Да? Мы тут с сыном про вашу болезнь поговорили. Так он предложил вас нашей Татьяне показать. Какой Татьяне? Зачем? По знахарке. Из деревни Андреевка. Ну что под Захаревска, знаете? Знаю. Ну и что это ваша Татьяна? Да к ней со всей земли едут. Вытаскивает из могилы людей буквально. Может, и вы бы к ней съездили. Спасибо, Ангелина Борисовна, за беспокойство. Только не верю я в этих знахарок и колдунов. Врачи ничего не сделали. А что эти шаманы сделают? Мое дело предложить. А вы как знаете? Спасибо. Так, обед готов? Я пошла на кровать. Что ты хочешь? Деньги мои гони. Сейчас поедем. Все. Вы запишите, а то опять все перепутаете. Все, можете идти работать. Добрый день, Максим. Проходите. Добрый день. Опаздываешь. Извини. Что-то случилось? Ну говори. Лен. Лена Павловна. Я пришел сказать, что я больше не буду у вас работать. На заявление. А что случилось? Да ничего, просто… Мне кажется, мы не можем больше вместе работать. Ты боишься, что все узнают про нас с тобой? Да идиотская ситуация, Лен. Подчиненная спит своей начальницей. Это все, что тебя волнует? Максим, я понимаю, что ты чувствуешь себя обязанно мне, но это не так. Давай не будем это обсуждать, Лен. Ну, хорошо. Я не буду тебя удерживать. Уходи, если хочешь. Вот. Можешь даже не отрабатывать две положенные недели. Да. А, да. Оставь себя. На память. Пока. Маргарита Владимировна, разрешите? Да, конечно, заходите. Здесь документы, которые надо просмотреть до вечера и подписать, если не будут возражения. Хорошо, спасибо. Что-то еще? Риточка, мне нужно обсудить с вами еще один рабочий момент. Да, конечно. Присаживайтесь. Я вас слушаю. Только не говорите сразу, что я старый дурак и зануда. Что вы, Николай Андреевич? Вы же знаете, как я вас тяню. Благодарю. Суть в том, что проект «Южный» — это флагман нашей компании. И не гоже, чтобы ваш друг Кирилл вел этот проект, как говорится, самостоятельно. Вы считаете, что он что-то делает не так? Нет, все так. Парень, он башковитый, конечно, но… Мне кажется, что его смета слишком завышена. Она не соответствует средним ценам? Соответствует. Но мы же строим жилой комплекс не бизнес-класса, а эконом, как теперь говорят. Поэтому кое-что меня в его смете настораживает. Нет, я, конечно, могу ошибаться. И по отчетности все сходится. Но лучше проекты подобного рода вам держать в своих руках. Вы тогда сможете знать всю смету до копейки и окончание строительства до последней минуты. И в любой момент вы можете проверить, использовав эту и потраченную копеечку лично. Так что подумайте об этом. Хорошо, спасибо за совет. Я вас поняла. Спасибо. Я спокойно теперь. Смотрите еще этот. Да не переживайте вы так. Вот берем мы вашему мужу костюм. Если возникнут какие-то проблемы, у нас работает отличный мастер. Все подгонит по размеру. Времени мало. У нас через пару часов очень важная встреча. От этой встречи будет зависеть дальнейшая судьба моего мужа. Хорошую работу предлагают. Ну да. Это связано с карьерой. Понимаете, у него должен быть такой внешний вид, чтобы в него можно было почти влюбиться. Думаю, что да. Ира! Ира! Так. Ну как? Повернись. Подними пиджак. Как тебе брюки? Ну нормально. Слушай, может я в джинсах пойду все-таки? Ну зачем этот пафос весь? Слушай, если ты ничего не понимаешь, лучше молчи. Мы возьмем этот костюм. Да, ищу рубашку. Да, желательно белую. Лучше не белую. Хорошо. Я сейчас принесу несколько вариантов. Да, и мы можем отпарить костюм и выгладить рубашку. Спасибо. Привет. Привет. Кирюш, я хотела тебя попросить, подготовь мне, пожалуйста, подробный отчет по Южному. От начала разработки и до сегодняшнего дня. Я же показывал тебе смету по последнему кварталу. Да, но я там кое-что не поняла. Наверное, недостаточно вникла в ситуацию. Ну давай ты будешь мне отчитываться по Южному каждую пятницу. Договорились? Рит, ну я тогда только этими бумажками и буду заниматься? У меня специально ничего писать не надо. Ты просто будешь мне показывать новые договора и оплаты по ним. Я просто хочу держать руку на пульсе. Хорошо. Рита, а какие у тебя планы на вечер? Представляешь, договорились встретиться в ресторане с Верой и Максимом. Ты думаешь, это хорошая идея? Нормальная. Может я с тобой? Да нет, не надо. Мы посидим недолго и разойдемся пять лет на десять. Ну, как знаешь. Здравствуйте. Вы заказывали остальник? Меня должны ждать. Маргарита Владимировна Скульская. Тогда я прошу вас. Он из Горечка тебя не любит. Таким полным полном. Верочка, привет. Привет. А почему ты одна? Максим не захотел? Ой, прям там не захотел. Он в своей гостище сидит. Скоро будет. А ты Кириллу говорила? Да, у него встреча. Просил передать привет. Ему ответный. Ну что, будем что-нибудь заказывать? Или Максиму подождем? Что нам этот Макс? При нем толком мы не поговорим. Давай будем заказывать. Пусть и добры, пожалуйста, нам тарелочку фруктов и бутылочку шампанского, да? Это как-то не по-английски. Хорошо. Тогда можно нам 200 грамм односолодого виски 12-летней выдержки есть у нас? И никакого льда. Вот так будет по-английски. А фрукты все ли? Да? Спасибо. Ну как ты? Давай ты рассказывай. Все-таки ты меня спасла. Да? Ты ведь как обычно побежала спасать какую-то девчонку. Ну, ты же меня не бросила. И как я тебя брошу? Знаешь, Рит, я... я хотела перед тобой извиниться. За что? Ну, за то, что тогда на похоронах твоего отца я не подошла к тебе. Я вроде как и не прийти не могла, а подойти не смогла. Да я понимаю. Ты винишь папу в смерти дяди Вадима, я понимаю. И не только. А в чем еще? Да не слушай, я так брякнула. Ну что? Помянем наших папочек? Угу. Царство небесное. Угу. Угу. Знаешь, пока Макс не пришел, не ладится у нас с ним. Наверное, бог мне наказывает за то, что я тогда его у тебя увела. Это что, Вера, это все в прошлом. Ты моя единственная подруга. А ты моя. Мне и рассказать-то это некому. Не хочу я с ним жить. Да я не могу. Особенно, когда ребенка потеряла, я... Как потеряла? Простите, что ты опоздал. Олег, где ты? Хватишь? Хватит. Привет, Рита. Здравствуй. Давно не виделись. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Мы ничего не заказывали и ждали тебя. А только виски. Так давайте заказывать. Я страшно голоден. Садись. Официант! Бронислава Яновна, ужасно. Ужасно рад вас видеть. Давайте присядем, поговорим. Благодарю. Ах, вы так удивлены. Как будто вы не ожидали меня здесь увидеть. Вы уже сказали мне по телефону, что имеете, что мне сообщить. Да. Только давайте для начала что-нибудь закажем. Ты как всегда. Ой, а как я могла по-другому. Ой, такая голодия. Ой, слушай, пойдите потанцуйте. Я пока доем. Ну, правда. Пойдите потанцуйте, я пока доем. Ну, правда. Танцы, Мария? Ну, давай. Ну, да. Ну, идем? Да. Субтитры делал DimaTorzok Прости, я не могу Макс, подожди, а у меня что случилось? Чего? Чего? Ты не понимаешь? Ты правда не понимаешь, что твой отец на всю жизнь испортил? Да я с тобой танцую здесь! Нет, не понимаю, а при чём твой отец? Да как при чём? Мы ребёнка потеряли за него, моя мать в колонии за него сидит! Я ненавижу ваше чёртово семейство! Макс, прости! Тихо, чёрт! Макс! Что случилось? Мерочка, прости, всё из-за моего папы, я не знала, правда! Рит, я… Мне жаль, я не знала, что разговор зайдёт в это русло! Для Макса это… Прости! А у вас всё нехорошо, уютно! Бронислава Яновна, вы уж простите великодушно, что я так за вами и увязался! Не беда, не беда! Это же срочно, правда? Это очень срочно! Ну вот, видите! Так, благодарю вас! Прошу, Григорий, присаживайтесь! Прошу вас! Да, Маргарита Владимировна! Григорий, здравствуйте! Извините, что беспокою, мне очень нужно срочно с вами поговорить! Да, и я сейчас у Бронислава Яновны! Давайте я ей трубку передам, она вам адрес свой скажет! Сейчас, секундочку! Это кто? Маргарита Владимировна! Алло! Да, здравствуйте, Бронислава Яновна! Извините за беспокойство! Мне просто очень надо с Григорием переговорить! Да, Риточка, так приезжай ко мне! Пожалуйста, продиктуйте адрес! Конечно! Рижская, сорок восемь, квартира сорок один! Ты далеко? Нет, недалеко как раз! Я сейчас буду! Спасибо! Хорошо, ждем тебя! Спасибо! Бронислава Яновна, Скользкий не заказывал эти фотографии! Так же их не заказывал молодой человек, Аня, этот Егор! Угу! Я думаю, он специально подстроил это знакомство, потому что знал, что Аня похожа на покойную жену Скользкого! Ну, а потом, когда ситуация вышла из-под контроля, Аня решила Егора бросить! Ну, подождите, Григорий, тогда эти фотографии должны быть выгодны Егору! Может быть! Но не за полгода! До заключения законного брака! Ну, а кто же тогда заказал эти злосчастные фотографии? Кто-то умный, циничный! Кому было выгодно разрушить этот брак? Кто работает в вашей компании? У вас есть предположения? Ума не приложу! Хотя, если честно, это могло быть выгодным Кириллу! Ну, Кириллу? Кириллу Романову! А каким образом? Мне кажется, что у него есть виды на Риту! И он мог бояться, что Рита после смерти не получит наследство целиком! Я думала, у тебя нервы сдали, а ты ее так ловко на крючок потерял! Вера, у меня, правда, нервы сдали! Я не могу больше в этом участвовать! Перестань, перестань! Она теперь со своим чувством вины не сможет перестать с нами общаться! Макс, это тебе надо было в театральный поступать! Вера, давай закончим, а? Не будем больше это продолжать! Нет! Все будет хорошо! Мы восстановим нашу справедливость! Так какую нашу справедливость, Вера? Ты же для себя все это делаешь! Просто используешь меня! Слушай, ты! Я могла тебя бросить в любой момент! Но вместо этого я торговала в этом поганом ларьке! И если ты не со мной, иди ты к черту! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Бронислава Яна! Здравствуй, Гриточка! Проходи! Не разувайся! Извините, что так поздно! Ничего-ничего! Проходи! Здравствуйте, Григорий! Еще раз здравствуйте, Григорий Владимирович! Присаживайся! Григорий, у вас наверняка остались какие-то связи в правовых структурах! Смотря для чего! Очень надо, чтобы Галина Каменецкая в ближайшее время вышла по УДО! Цена значения не имеет! Это возможно? Ну, сейчас, после смерти Владимира Петровича, я думаю, да! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу с тобой поговорить! Заходи! Говори! Маргарита Владимировна, я полюбил вас с первого взгляда! И считаю, что мы созданы друг для друга! Будьте моей женой! Субтитры создавал DimaTorzok Кирюша! Ты так хорошо все это сказал! Я давно хотела услышать эти слова! Но не от тебя! Субтитры создавал DimaTorzok Он женат? Я знаю! Ты никогда не сможешь на него положиться! Знаю! Я понял! Прости! Доброе! Доброе утро! Илья! Успокоился? Да! Я блинчики тебе сделала! Кушай, пожалуйста! Спасибо! Вкусно? Скажи мне! Что дальше? Дальше? Мы с тобой разведемся! Ты охмуришь Риту и женишься на ней! Я отсужу после развода половину ее денег! Хитренький! Отсудить можно только, если вы их совместно наживали! Тогда, как мы их получим? Рита умрет, а ты станешь ее единственным наследником! Ты издеваешься? Я что, с ней до старости жить должен буду, что ли? Нет! Ты сделаешь так, чтобы она умерла еще во время свадебного путешествия! Ты шутишь? Чего ты так пугаешься, а? Кушай блинчик и слушай! А? Ой, Ритка, привет! Привет! Что случилось? Ты прости, что я к тебе обратилась! Мне просто больше не к кому! В общем, мы с Максимом решили разойтись! Вчера решили? Да нет! Нет, у нас давно все расклеилось! Нам жениться-то не надо было! Это так, юношеская глупость! Он и не любил меня никогда! Вер, я при чем? Рит, Максима уволили из редакции! А работу сейчас найти очень трудно! Он бы сам к тебе никогда не пришел, наговорил тебе вчера всякого! А на самом деле он жалеет, что вы с ним тогда разбежались! Уж я-то знаю! Просто он совсем один остался, у него вся жизнь наперекосяк пошла! Ну а он ведь человек хороший! Отзывчивый, ответственный! Просто мягкий! И не пропивной! Да, я знаю! Давай я попробую! Пусть на днях ко мне заходит! Поговорим! Спасибо, Ритка! Ты настоящая подруга! Давай! 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 Сейчас поедем! Да, Степ! Привет! Давай и говори, что случилось! Илюха, у нас проблемы! Министерство решило отобрать землю, на которой мы строиться хотели! Так ты ж говорил свободно! Так была свободно! Они на ней свои дома построить теперь хотят! Для тех, кого в запас увольняют! Бабки нам кто вернет? Да никто не вернет, если нас попрут! Ну что, совсем без вариантов, да? Есть пока варианты! Надо на лапу дать кое-кому! Тогда от нас отстанут! Но это такие бабки, которых мы с тобой пока в портрели не нужны! Степа, сколько?! Давай! Ну, минимум, тот дома! А то и дома! Слушай! С другой стороны, дома потерять – это лучше, чем целый комплекс! Степа, понимаешь, нам эту землю потерять ни в коем случае нельзя! Ни в коем случае! Понял?! Давай, решай там! Всё, отбой! Чё сидите? Налили быстро! Малая, сюда иди! Ну чё? Давай, бери! Вера? А как ты узнала мой адрес? А говорил, что не увидимся? Ага! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что? Без развода нам к ней не подобраться Да я понимаю все Просто у меня действительно такое ощущение, что мы расстаемся навсегда Давай звони Рит, привет! Это Макс! Здравствуй, Максим! Вера сказала, можно к тебе зайти по поводу работы Да, завтра я тебя жду Приходи А в котором часу? В 10 утра Тебя устроят? Да, конечно Только не опаздывай, пожалуйста, хорошо? Я буду вовремя Представляешь, а мы сегодня с Верой развелись Такие дела Да Да Мне очень жаль Но в данном случае твой развод никак на наши отношения не повлияет Хорошо До завтра Пока Она сказала, что наш развод роли не играет Она врет Теперь слушай Ты должен жить один Поэтому я уеду в бабушкин дом в деревню Зачем? Макс Все должно быть по-настоящему Это ненадолго И что, ты прямо сейчас уедешь? А чего ждать? Кольцо снять не забудь Кольцо снять не забудь Кольцо снять не забудь Маргарита Владимировна, добрый день Здравствуйте А какие новости? Все, как говорится, на мази Галина Аркадьевна скоро будет на свободе Буквально через пару дней Отлично Спасибо вам большое Вот, возьмите за работу И вам спасибо А как поживает Бронислава Яновна? Здоровы? Да, все хорошо Так, а почему вы лично пришли? Могли просто ее прислать Или вы ей не доверяете? Почему я Брониславе Яновне больше, чем себе доверяю? Пожалуй, вы правы Теперь все наши с вами вопросы мы будем решать через мною Договорились? Счастливо Всего доброго Передать Брониславе Яновне привет от вас? Обязательно Хорошо Это ваш процент из тех денег, которые перевели нам от вашей компании Картка выдана на другой банк И счет на ваше имя Пожалуйста Благодарю Сделано два вклада Нашу часть вы должны перевести в апшор Ну а потом, как вы говорите, русские замести следы Все будет сделано на высшем шпионском уровне Комар носа не подточен А вот шутить не надо Если кто-нибудь об этом узнает То я потираю контракты деньги А вот вы потираете деньги, работу и свободу Смею вас заверить Все будет хорошо Мне совершенно не хочется на нары Вы пьете в штене куда? В тюрьму А Ну что, выпьете? Данки, но я сегодня за рулем А Всего доброго Уфидерзейн Так что Галину Каменецкую скоро выпускают по УДО Хорошо Григорий, конечно, человек слова Да он молодец Он, вероятно, нажал на все возможные и невозможные рычаги Кстати, он привет вам передавал Мне кажется, вы ему очень нравитесь Это ерунда Это ерунда Эточка Скажи лучше, что у вас с Кириллом По-моему, я его очень сильно обидела Входите Здравствуйте, Маргарита Владимировна Здравствуйте, Максим Эдуардович Маргарита Владимировна, я буду в прием Присаживайтесь Ты меня извинили за тот взрыв в ресторане Не извиняйся Я все понимаю Твою маму скоро освободят Я договорилась Это еще мой папа должен был сделать Просто не успел Спасибо тебе Не надо Не знаю, как благодарить тебя, Рита Кирилл, Маргарита Владимировна занята Я посрочно Макс Здорово, Кирилл Здорово А ты здесь какими судьбами? Максим теперь будет работать у нас в компании Ну здорово, здорово Считай мы снова как в старые добрые времена В одной команде Вот жизнь, да? Ну, я могу пойти документы оформлять, да? Спасибо тебе большое Увидимся Давай Бронислав Яновна, мне заявление о принятии на работу вас написать? Нет, у нас есть отдел кадров на втором этаже Хорошо До встречи До встречи До встречи Я понимаю, что ты его любишь, но на работу-то его брать зачем? Извини, конечно Я не обязана про тобой отчитываться Отчет по Южному оставлю у Бронислава Привет Привет А по какому случаю цветы? Пришел сказать тебе спасибо Маму действительно завтра его пускают Здорово Еще Я подумал тут И решил, что Я не имею права работать в твоей компании Почему? У меня есть личные причины для этого Какие причины, Макс? Что за глупости? Рита, я виноват перед тобой Но я не могу ничего с этим поделать, понимаешь? У меня как пелена с глаз упала Я как увидел тебя, все время борюсь с собой, понимаешь? Борешься? И с чем? Макс, как же я тебя люблю ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУПНОЕ ВСКУЛИТ СТУПНОЕ ВСКУЛИТ СТУПНОЕ ВСКУЛИТ Завтрак в постели. Макс такой хороший. Мне никто никогда не приносил завтрак в постель. Ладно. Завтрака я поеду. Ты куда? Мама допускают сегодня. Хочешь, я поеду с тобой? Я быстро соберусь. Не надо, не надо. Я хочу сам. Сам, понимаешь? Рита, я так хочу, чтоб ты была счастлива до конца. В смысле? Ну, по-настоящему. Ай, глупость сказал. Завтракай. Пока. Сынок. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем домой. Кирилл, я посмотрела твой отчет. В нем отсутствуют некоторые позиции. И есть непонятные мне незаполненные временные промежутки. По два, по три дня. Рит, ты ведь сама просила меня сделать этот отчет в срочном порядке. Вот не торопился и, возможно, пропустил несколько дней. Пропустил? Южный — самый важный наш проект. И здесь нельзя допускать просчетов. Так, с сегодняшнего дня я буду отвечать за этот проект самостоятельно. Я не первый день в компании. Я знаю много того, чего ты не знаешь. Например, то, что инвесторами Южного уже давно является не государство, а наши немецкие партнеры, с которыми я веду переговоры с самого начала. Так что твой отец не зря доверил мне управление Южным. Отца больше нет. А теперь я принимаю решение. Предоставь мне все документы в ближайшее время. А вы пить есть чай-нибудь? Мам, куда тебе с твоим здоровьем? Я не попал на ничего. Кстати, я же Риту встретил. Это она помогла тебе выйти. Хорошая девочка. Отец ее, правда, был сволочью, а она хороший. Знаешь что, сынок? А ты женись лучше на ней. Мам, о чем ты говоришь? Я ее не люблю. Люблю, не люблю. У нее власти деньги, а у нас ничего нет. Она тебя любит. А где моя шкатулка? Ну, которая от бабушки осталась. Вот. Да. Подумай об этом, сынок. Жить надо с тем, кто тебя любит. Макс, что это? Макс. 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 Очень важный день. И вообще, я понял недавно, что ты самый главный человек в моей жизни. Макс… Подожди, не перебивай. Это тебе. Спасибо. Моя мама просила передать… Ну, нет, это подарок от меня, конечно. Просто это кольцо моей мамы. А ей оно досталось от ее мамы. А ее мамы от бабушки, то это прабабушки, а прабабушки, по легенде, чуть ли не от самой императрицы. Это наша семейная традиция, оно по женской линии передается. Мама просила тебе его подарить. Такое красивое. Рит, выходи за меня замуж. Конечно. Алло. Алло. Галочка, это ты? Эдик. Как хорошо, слушай. Как я рад, что ты на свободе. Да, спасибо. Теперь все хорошо. Слушай, как Максим? Тоже нормально. Зачем звонишь? Ах, да. Слушай, Галь, мне наш универ предложил лекции прочитать. Я согласился. Так что скоро мы с тобой увидимся. Ну, если ты, конечно, захочешь. А как же твоя жена? Ой, Галь, я так устал. Можно я приеду, а? Я все объясню. Ну, в общем, в общем, я хочу вернуться. К тебе вернуться. Алло. Алло. Галь. Галь. Галя, ты меня слышишь? Алло. Алло, 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 Галь, ну не молчи, прошу тебя, ну не молчи, Галя. Да. Что-что? Хорошо. Приезжай, я буду тебя ждать. Галечка, спасибо тебе большое, моя хорошая. Значит, я собираю вещи, и я скоро буду. Ты меня можешь встретить. Все-таки приехал. Соскучился. 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 Вера, а ты меня любишь? Люблю. Первый раз люблю. А ты меня? Да. Кирюша, давай уедем. Давай, пожалуйста, все это прекратим. Ты ведь изде карьеру построишь. Я тоже дома сидеть не буду. Ну, пожалуйста. Уедем, уедем, Вер. Уедем, но позже, когда ее не будет. Совсем. А у нас будет все. А что она сделала? Она мне. Она тебе мешает. Вера. Мы ее уберем. Я боюсь. Не бойся. Не бойся. Макс все сделает. В общем, эти фотографии должны были попасть на компьютер. Я ничего не понимаю. Поясните, пожалуйста. Изображение вначале записывалось. Потом пересылалось по электронной почте. Проследив эту цепочку, мы выйдем на электронный адрес человека, заказавшего эти фотографии. Ну, а уже узнать реальное имя и фамилию владельца электронного адреса — это проще простого. Господи. Гришенька, вы просто ас. Я уже и не надеялась, что мы найдем этого человека. Ну ты что, Бронечка Яновна, я ради вас, точнее, ради заказа Маргалиты Владимировны готов горы свернуть. Да, я поняла. Бронечка, а можно вас попросить? После того, как я завершу дело, давайте отметим нашу победу в самом респектабельном ресторане. Только в этот раз плачу я. Меня Галина беспокоит. Чего именно ты боишься? Но она не дура. Вдруг она что-нибудь заподозрит. Или Макс по своей глупости ей что-нибудь заболтнет. И тогда будь уверена, она Риту предупредит. И нам придется отказаться от всего. Ну, значит нужно сделать так, чтобы свадьба прошла как можно скорее. И она не успела нам напакостить. А если Галина на свадьбе что-нибудь вытворит? Меня же там не будет. Зато там буду я. И за всех прослежу. Привет. Нужно поговорить с тобой. Я тебя не ждала. Ты можешь мне выручить? А что нужно? Твои часы, помнишь, шпионские? Ты говорила, у тебя есть. С диктофоном. Можешь мне их дать? А что ты вляпался? Твои часы. Нужно один разговор записать. От него очень многое зависит. Я не могу тебе рассказать. Прости. Ну, хорошо. Ну, вот смотри. Это включение. Вот это запись. Это пауза, если нужно. А вот здесь перемотка и прослушка. Спасибо. Ты меня спасла. Ну, ты же знаешь, что ты мне очень дорог. Лена… Максим, я все понимаю. Между нами ничего быть не может. И не только потому, что я тебя старше. А потому, что ты меня не любишь. Лена… Дай мне договорить. Ты со мной честен, и я это ценю. И… Мне с тобой было очень хорошо. Ты, может, мне не поверишь, но… Мне с тобой тоже было очень хорошо. Ты не представляешь, как трудно все время быть бабой-конем. Все время быть одной. У меня ведь кроме работы больше ничего и нет. Да и там… Уже в спину дышат. Состарюсь и вышвырнут на улицу и даже не вспомнят. Ерунды-то не говори. Так оно и будет. А ты хоть немножко меня согрел. И поэтому я прошу тебя, что бы ты там ни задумал, если еще не поздно, остановись. Поздно. Спасибо. Макс, это ты? Здрасте, Галина Аркадьевна. С возвращением. А что ты здесь делаешь? Я пришла к своему мужу. Ну, во-первых, к бывшему мужу. А во-вторых, откуда ключи от этой квартиры? Вы скажете мне, где Максим, или мы будем ключи обсуждать? Хорошо. Подождем. Ну, скажи. Ну, что тебе нужно, а? Ну, ты у нас уже все отобрала. Квартиру мы из-за тебя потеряли. Макс на десять лет старше выглядит, а? Давайте подождем молча. Ну, любого же мужика можешь получить. Ну, зачем тебе Макс? Ну, оставь ты его в покое. Ну, он может жениться на хорошей девочке. Например, на Рите. Я не дам тебе встать у него на пути. Это вам Максим сказал, что он на Рите женится? Мам, я напился. У меня для тебя новость. Сейчас скажу. Мам, я тебе хотела сейчас сказать, что я… Макс! Ты что, сынок? Мам, на Рите женюсь. Слышал, нет? Все, иди. Иди отсюда, иди. А нарядилась-то как, а? Чего ты нарядилась-то? Намалевалась. А чего ты намалевалась-то, а? Чего ты охмурять меня пришла? Ты в своем уме? Я в своем. Я в своем уме. Стой! Что случилось? Ну, что ты? Хочешь, я с тобой сегодня останусь? Ну, Макс. Бери руки. Макс. Ну, пожалуйста. Ты чего? Ты чего переживаешь? Ну, чего ты? Макс. Получишь за свои деньги. Все получишь на копейки. Я лицо твое вижу. Я лицо твое вижу. Макс. Ты чего? Какое лицо? Мам, прогони ее. Мам. Прогони ее, мам. Мам, прогони ее. Макс. Макс. Сынок. Сынок. Иди ко мне скорее. Иди, иди, иди. Все хорошо. Все хорошо будет. Иди, обещаю. Мы справимся. Сынок. Риточка. Ты вся сияешь прямо. Пронеслава Яновна. Мне Максим предложение сделал. Да ты что? Рассказывай. У меня такое чувство, что я предаю папу. Его нет, а мне хорошо. Это так ужасно. А у меня такое чувство. Нет, я уверена, что Владимир Петрович очень бы хотел, чтобы ты была счастлива. Ты любишь Максима? Очень хочешь за него замуж. И это главное. Но что касается памяти об отце, она же не в традициях. Она в сердце. Ну, может, не стоит так торопиться. Да, Максим, ты хочешь, чтобы мы поскорее стали мужем и женой? Знаешь, как-то один человек тоже сделал мне предложение. У меня как раз была защита диплома. Я попросила его подождать и сыграть свадьбу после этого. И что? На несколько дней этой защиты диплома его не стало. Несчастный случай. И я вот так всю жизнь одна. Да. Не нужно спорить с судьбой. А что касается Владимира Петровича, то он сейчас смотрит на нас-то. Откуда-то вот оттуда. И улыбается. Честно говоря, я даже не думал, что ты согласишься на наше предложение. Я думал, что ты струсишь. Смотря о каком предложении ты говоришь. Что за шутки? Я говорю о том, чтобы убрать Риту после вашей свадьбы. В смысле? Убить? Макс, ты чего дурака валяешь? У тебя есть другие варианты? Мы же все обговорили, да? Убить. Убить. Мне нужно подумать. И сколько ты будешь думать? Как вы себе это представляете? Идеально во время свадебного путешествия. Вы с Ритой пойдете на яхте ночью, а она воды боится, плавать не умеет. Тогда она не согласится. Сделай так, чтобы согласилась. Это из-за бутерат втора. В крови он не обнаруживается. После того, как Рита это примет, она случайно упадет за борт и спасти ее не удастся. Ясно. Вы на свадьбу-то приедете? Кирилл придет. Они же друзья с Риткой. А я? Что мне там делать? Галина не поймет. Не поймет. Правда не поймет. Здравствуйте. Кирилл, обтека есть поблизости? Мне нужно для матери лекарства купить. А что случилось? Давление низкое. Если бы не таблетки, не выжило бы. Да, есть за углом. А ты идешь? Я в деревню. Макс. Ты сделаешь это? А я хочу. Вера. Ну что с Томой? Вроде бы наш план. Ну, с Ритой. Он вроде бы продуман, но так страшно. Вдруг все рухнет. И мы все в тюрьму попадем. Как Галина. Только она за убийство по неосторожности, а мы по-настоящему. Может быть, мы все это как-то по-другому сделаем? Ты думаешь, она тебе позволит? Вера, нам надо убить Риту. Вы оба к этому готовы. Если мы этого не сделаем, то у нас ничего не получится. Ритка, она, она сильный игрок. Вся в своего отца. Уж можешь мне поверить. Ты любишь ее. А со мной ты просто ей назло. А с тобой меня вообще не должно было быть. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вот только без тебя я тоже уже не могу. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя великий долг. Друг перед другом и перед будущим ваших детей. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Нет. Да. Прошу в знак любви и преданности друг другу обменяться обручальными кольцами. В полном соответствии с семейным кодексом, согласно составленной актовой записи о заключении брака, ваш брак регистрируется. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Поздравляю. В гости и поздравьте молодые. Поздравляю вас с тем. Спасибо. 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 Спасибо вам. Спасибо. Счастливо, спасибо. 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 Хочешь, нравится? Это мой букет. Подержи, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ты счастлива? Вот так. Спасибо всем. Господи. Что-то… Осторожно. Голова чуть-чуть кружится. Может, таблетку? Чтоб плохо не было. А, да. 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 Я прилягу. Восторожно. Я не могу. Я не могу. Я не могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Успугал. Привет. Такое сон снился. Какой? Да не важно. А все-таки? Ты снилась, какие мы были молодые. А сейчас мы старые? Не, мы умудреные. Снилась, снилась, как ты стихи читала, помнишь какие-то тут? Вызвала на бой, там мир целый, камень в груди. Ну, такие беззаботные, глупые такие. Ну как, тебе нравится здесь? Да, нравится. Такой милый городок. Я здесь никогда не была. А вечером вообще пойдем на яхте. До самого утра, по реке. А сейчас предлагаю позавтрак идти прогуляться. Мне нравятся все твои идеи. Потому что получается у меня не только самая красивая жена, но еще и самая послушная. Я хотел сказать умная. Здравствуйте. Галя, а у тебя дверь открыта? Галя, а у тебя дверь открыта? Галя, это я. Галочка, ты где? Галя. Галя! Галя. 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 Галчонок. Галюша. Галя. Как же так? Галя, ты же обещала меня дождаться. Было вкусно? Будешь париться. Ой, подожди. Давай-ка зайдем на минутку сюда. Зачем? Ну, есть одна дельца. Давай. Можно? Мы недавно поженились. Я бы хотел оформить завещание в пользу своей жены. Ну что ж, вполне разумное и правильное решение. Господи, да какое завещание? Ну а что, ты думаешь, у меня ничего нет? Я думаю, что нам еще рано с тобой думать о завещании. Считаете, дурная примета? Я вижу, об этом думаете. Зря. Жизнь — вот такая штука непредсказуемая. Почему бы не позаботиться о своих любимых заранее? Так что бы вы хотели завещать своей супруге? Квартира в Америке. Что? Откуда? Решил сделать себе сюрприз. Отец позвонил перед свадьбой и сказал, что купил квартиру, оформил на мое имя. Скоро документы привезет. Рит, я очень хочу, чтобы все мое досталось тебе, чтобы со мной не случилось. Документы с собой? Да? У меня нет. Я же не знала. Ну, я взял твой паспорт. Оформляйте тогда два завещания. На мое имя тоже. Я все свое движимое и недвижимое имущество завещаю своему мужу. Григорий, ну, может быть, вы мне уже расскажете, кто заказал те злосчастные фотографии? Прошу вас, говорите, не томите меня. Кирилл Романов. Подождите, может быть, он хотел этим помочь шефу? Ну, если бы у меня был шеф-сердечник, я бы он как-то помягче про любовницу рассказал, кто бы вообще молчал. Это было сделано специально. Как все-таки хорошо, что Рита не вышла за него замуж. Зря мы затеяли всю эту историю завещаниями. Почему? Ты же сама говорила, отнесемся к этому как к шутке. Ты просто замерзла. Согрись. Ничего не бойся. Я с тобой. С тобой я ничего не боюсь. Кто это? Не знаю. Но сейчас я никого не хочу слышать. Хочешь шампанского? Угу. Угу. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да, конечно Ужинать будешь? ДимаTorzok 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 Предчувствие какое-то нехорошее ДимаTorzok 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 Э, твари ты уж! Я прошу прощения. Я всё понимаю. Да, я вас подозревал, у меня работа такая. Но есть два свидетеля. Капитан и матрос, которые видели, как ваша жена упала за борт, а вы пытались её спасти. Примите мои соболезнования. Я выдам вам разрешение на захоронение. Зайдите ко мне в кабинет через пару часов и протокол заодно подпишите. Теть Тань! Ты что такое? Мама дорогая! Жива! Эй, алё, алё! Помогай, давай! Беру, беру! Давай, давай, давай! Эй, 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 эй! Жива, жива! Сажу, сажу! Жива! Эй, глазки, открой! Ты чья? Как тебя зовут? Не знаю. Её не нашли. Но вытащили какую-то другую женщину. Её опознать невозможно. Я сказал, что это Рита. Ну и правильно. Мне что, везти её домой? Нет, ни в коем случае не вези её сюда. Храни её там. А ещё лучше кремируй. Держись. Я… Я приеду к тебе. Не надо приезжать. Не надо приезжать! Я сказал, не приезжай! Надо, я завтра буду. Всё правильно. Приезжай к нему. А то он в истерике ещё учудит что-нибудь. Слабак. Её больше нет. Да, я понимаю. Мы теперь будем богаты. Мы теперь будем богаты. Это нужно отметить. Я не понимаю, почему Риту нужно прочно хоронить в Захарьбинске. Её нужно похоронить здесь, с отцом. Вы не имеете права это решать самостоятельно. Я буду звонить её мужу. Звоните. Это решение Макса, и я не могу на него повлиять. Кстати, нам необходимо в срочном порядке собрать совет директоров. Так что вы, может быть, лучше этим займитесь. Ранислава Яновна! Ранислава, я прошу вас, соберитесь, нам необходимо не дать компании развалиться в эти тяжёлые дни. В память о Рите. Давай ещё, Влад, я тебя прошу, пожалуйста, будет хорошо. Будет легче, всё-всё-всё, молодец, молодец, ложись, ложись, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Ой, всё-всё-всё-всё, сейчас, сейчас, ты угреешься, сейчас будет хорошо. Всё-всё-всё-всё, солнышко-всё. Всё, вспи, вспи. Извините. Николай Андреевич, мне нужно очень срочно поговорить с вами. Присаживайтесь. Слушаю вас. Вы знаете, что Маргариту Владимировну хоронят в Захаревске. Ну я же не могу мужу указывать, что делать. Это все, что вы хотели мне сообщить? Нет. Я очень боюсь, что сейчас в компании всем начнет заправлять Кирилл. У него нет полномочий. Заместитель Маргариты и я. Максим может назначить его управляющим. Максим не имеет никакого отношения к совету директоров. Максим единственный наследник. Ну, через полгода могут появиться и другие наследники. Я прекрасно знала семью Скольских. У них больше нет никаких родственников. А почему вас беспокоит именно Кирилл? У меня есть точные сведения, что это именно Кирилл заказал те злополучные фотографии, из-за которых умер Скольский. Я просто не успела сообщить об этом Риде. Так. И что, у вас есть доказательства? Да. У меня есть неофициальные показания владельца мастерской фотопечати. Думаю, что если понадобится, он даст и официальное подтверждение. И что? Может быть, Кирилл действовал из самых благих намерений? Да он прекрасно знал, что у шефа слабое сердце. Хорошо. Я подумаю, как это можно использовать. Макс. Пошла вон отсюда. Может, он в офис сказал. Иди отсюда. Макс, все хорошо. Ничего нехорошо. Я все знаю. Что ты знаешь? Я видел тебя в деревне с Кириллом. А как я, по-твоему, должна была его на нашу сторону перетянуть? А с компанией без него не справиться. Он в этом деле лучше нас разбирается. А я... А я люблю тебя. Только тебя люблю. Не страшно. Не страшно, Вера. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Мы с тобой вместе. Мы с тобой с ним и пошинимся. Все хорошо будет. Поженимся. И умрем в один день. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ой, слава Богу. Тарас! Тарас, иди отсюда. Ну что ты? Ну что, как ты? Как ты? Как ты? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. 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 Не тошнит? Нет. А голова не болит, не кружится? Где я? В Андреевке. А ты не помнишь, что с тобой случилось? Не помню. А как зовут тебя? Помнишь? Не помню. Я не помню, как тебя зовут. Ну тихо, 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 тихо. Не переживай, пожалуйста. Ну не волнуйся. Ты все вспомнишь. Ты все вспомнишь. Не волнуйся. Сейчас давай. Вставай. Вставай. Ну что? Нужно, нужно. У тебя кости целы. Голова цела. Но с тобой просто случилось что-то плохое. То, что твоя душа принять не может. Поэтому не помнишь. Ничего. Ну, переохлаждение. Но все будет хорошо. Все будет хорошо. Да, красиво, Илья. Красиво. Еще бы столько бабок угрохал. Ой, что творится? Молоденькая какая. А что там? Ты что, кроме своих статей ничего не читаешь? Рита, дочь Владимира Петровича. Так. Владелица крупной столичной строительной компании «Марго Эмскульская» утонула во время свадебного путешествия в Захаревске. Ой, что же ее сюда понесло, в свадебное путешествие? Так. Ай-яй-яй. А вам, Богдан Иванович, волноваться нельзя. Сейчас блинчики принесу. Да. Жалко девку. Спасибо. Илья Иванович, может, хоть вы на брат своего повлияете? Ой, все, завела свою шарманку. Не слушай ее, Илюха. Она хочет, чтобы я к какой-то знахарке ехал. Людей смешить. Татьяня. Да она не просто знахарка. Она ясновидящая. У меня племянник болел так, никто не мог вылечить. А она его спасла. Так, глянула рентгеном, карты раскинула. У нее что-то с кровью. Да. Да она не таких еще на ноги поднимала. А что, Богдь? А чем черт не шутит? Давай проедемся к этой Татьяне. Так, ты не начинай. Слушай, ну погоди. Ну давай реально замутим эту тему. А что, если эта Татьяна реально может помочь? Короче так, завтра прокатимся, я с тобой. Вот, ну давай попробуем. Вот уже. Ладно. Чем черт не шутит, когда бокс петь? Поехали. Ой, я вам так благодарна, Илья Иванович. Все, слава Богу. Я, я не верю. Ну не верю я, что это был несчастный случай. Ну, было же расследование. Да бросьте вы. Ну, наверняка его как-то провели спустя рукава, чтобы не было… Как у вас это, говорят, Тетерева? Глухаря. Вот именно. Ну что вы скажете? Не могло такого быть. Могло. Ну вы присядьте, не волнуйтесь. Пожалуйста, проверьте это. Вы же можете. Могу попробовать. Я вам заплачу любые деньги. Только выясните, так ли это было на самом деле. Хорошо? Вы меня обидеть хотите? Какие деньги? Какие деньги, Бронислава Ямина? У меня в этом Захаревский кореш работает, то бишь, друг в следственном отделении. Да. И у него выясню, что… Да как и пожалуйста, не обижайте мне вашими деньгами. Я для вас лепешку расшибусь, но узнаю, что да как. Спасибо. Да. Таким образом необходимо, чтобы совет директоров прошел без неожиданностей. Я имею в виду, чтобы никто не голосовал против моей кандидатуры как управляющего. Это будет непросто. Я понимаю. Поэтому необходимо, чтобы вы узнали и сказали, какая нужна сумма, чтобы закрыть этот вопрос. Хорошо. Кирилл. Хорошо. Я должен вам кое-что сообщить. Да, я слушаю вас. Бронислава каким-то образом узнал, что это вы сделали фотографии, которые убили Скульского. И у нее даже вроде бы есть какие-то доказательства. Даже так. Интересно. Жалко будет с ней расставаться. Но только после совета, чтобы она не подняла ответ. Нет. Само собой. И, Николай Андреевич, если у нас с вами остались какие-то невыясненные вопросы, то я всегда открыл диалог. Окей. Окей. Добрый день. Здравствуйте, Татьяна. Вот мой брат Богдан. Добрый день, Богдан. Здравствуйте. Я думал, вы старуха с клюкой. Травками лечите. Мой племянник Тарас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот его рентгеновские снимки. Ну, если нужно. Нет, не нужно. Я в них ничего не понимаю. Я же не врач. Ну, да. Врачи сказали, что ничем ему помочь не могут. Правильно сказали. Они ему ничем и не помогут. Вот и я брату говорю. Спасибо. Поехали домой. Ну, куда поехали? Давайте в дом проходите, я карты разложу. Они помогают проявить некоторые скрытые моменты. Ой, Танечка, извините. Не знала, что у вас гости. Заходи. Заходи, ты мне совершенно не мешаешь. А у сынца ваша? Нет. Сынушка, а принеси, пожалуйста, наш вчерашний отвар. Спасибо. Просто девочка. Нашла ее на берегу реки, полумертвую. Она не помнит ничего. Я ее знаю. Это Рита Скульская из Журавина. Та, про которую в газете писали, что утонула. Утонула? Это она. Давайте ей все расскажем. Нет, этого нельзя делать. Да почему? А может, ее ищут там? Может быть, но вы поймите, что это же не может быть просто так, чтобы человеческая психика закрылась на все запоры, чтобы сразу все забыть. Да это какая-то ваша хиромантия. Послушайте, правда может ее убить. Она все вспомнит, поверьте. Просто нужно время. Мы можем ей немножечко помочь. Спасибо большое. Спасибо. А я вас, Богдан, обрадую. Ходить вы будете. И встанете вы тогда, когда от ваших норм будет зависеть чья-то жизнь. Да ну. Ерунда какая-то. Татьяна, так может, и мне погадаете, а? Че там будет, че было? Чем сердце успокоится? Успокоится. Мне друг из управления позвонил. Так. Маргарита Владимировна действительно утонула. Есть свидетели. Команда яхты, капитан, матрос. Муж пытался ее спасти, сам чуть не утонул. И тело выловили несколькими километрами ниже. Муж опознал, дело закрыто. Как это страшно. Бедная девочка. Она же мне как родная была. Я как будто родную дочь потеряла. Бронислава Яновна, если я могу чем-то помочь, я всегда… Гриша, а я ведь все равно не верю. Привет. Ну что, как все прошло? Нормально. Никто не подкопается. Никто. Можете быть спокойны. Ну вот и хорошо. В компании тоже все отлично. На совете директоров никто против Макса возражать не будет. Вот оно счастье. Что дальше? Ну а дальше нам необходимо перестраховаться. И как только все документы будут оформлены на Макса, мы тут же сделаем тройную перепродажу компании. Не сейчас. А когда? Не сейчас, я сказал. Я устал и пойду домой к маме. Завтра все скажу. Я с тобой пойду. Нет. Макс, подожди. Нет. Ты что, ему ничего не сказала? Я не смогу. Алло. Лен, привет. Это Макс. Какими судьбами? Я слышала, ты женился. Поздравляю. Лен, мне очень надо с тобой поговорить. Кажется, я в ловушке. Приезжай. Слышь, Будь, я хотел у тебя помощи попросить. Деньги, что ли, нужны? Давай. Ну да. Налички немного не помешает. Ты ж говорил, у тебя все в ажуре. Так, все на счетах. А тут кинулся, а налика не хватает. Ну так контролируй расходы. Ну так как? Ладно, дам. Спасибо, братан. Я верну. Иди, ну-ка. А? О-о-о. От тебя опять пахнет чужими духами. О, пахнет. Пахнет. Ух ты, слушай, молодец какая, а. Ух ты. Ты просто на кафедре пообщался с одной аспиранткой. Она поливается этими духами, как в последний раз. Не сдержусь, не сдержусь. А если ты с ней пообщался на кафедре? Зачем она уже два раза домой звонила? Не знаю. Может это какая-то другая аспирантка. Скажи, а ты хоть одну юбку можешь мимо себя пропускать? Максим точно такой же. О, это Макс. Мам, ты дома? Мам. Здравствуй, сынок. Привет. Давно приехал. А мать к тебе? Садись. Мам. 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 Мама унырла. Мам. Как? Врачи сказали, похоже, она была сильно пьяна и выпила таблетки, понижающие давление. Мам. Если сможешь, прости меня, сынок. Мам. Ну что, вся карта изучила? Их так много. А, это да. Но вот лучше. Почитай. Мастер Маргарита. Ну, почитай, почитай. Стоящая вещь. Привет. Проходи. Кирилл. Ты мою маму после свадьбы домой отвозил. Да, я. Макс, она была в таком состоянии, что… За что, Кирилл? Скажи, вы за что? Зачем? Маму зачем? Что она сделала? Маму, зачем? Маму мою зачем вы убили? Зачем вы мою маму убили? Что она сделала? За что, Кирилл? За что маму? Маму. Ты с ума сошел? Да. Убийство Риты на нас на всех. На нас на всех. Ну, ну, Галину Аркадьевну. Я просто отвез домой. Ну, ну, Галину Аркадьевну. Я просто отвез домой. Ну, Макс, ты чего дурака валяешь? У тебя есть другие варианты? Мы же все обговорили. Убить. Ну, мне нужно подумать. И сколько ты будешь думать? Как вы себе это представляете? Идеально во время свадебного путешествия. Вы с Ритой пойдете на яхте ночью, а она воды боится, плавать не умеет. Так, данный согласится. Сделай так, чтобы согласилась. Это не забудь и рад. Ну вот. Ну, и дела. Ну, ты же ее не убивал? Был умысел. Да я же теперь владелец компании. Я могу ее в любую минуту продать и уехать отсюда навсегда. А этих послать куда подальше. Куда ты не уедешь? Зачем? Да не избавятся от тебя, как только ты об этом заекнешься. И что делать? Согласись с ними. Пойми, пока ты владелец фирмы, ты живой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот она для читательницы. Давайте, общайтесь. Спасибо. Вы его уже, Дадыр, зачитали. Ну, классно же. Послушайте. За мной читатель. Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежет лгуну его гнусный язык. За мной мой читатель. Только за мной. И я покажу тебе такую любовь. Да, сильно. Права была Татьяна. Есть у вас какие-то изменения? Вы что-то вспомнили? Пока нет. Спасибо Танечке, она так заботится обо мне. Ну, я же не могу вечно у неё жить. Мне надо документы делать, работу искать. А хотите, я помогу. С документами, с работой. Было бы здорово. Только я не знаю, чем я могу заниматься. Давайте-ка я приглашу вас к себе домой. Покажу, чем занимаюсь я. Может вам понравится. Я с радостью. Мне очень интересно посмотреть, как вы живёте. Мастер. 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 Что происходит-то? Иронечка. Привет. А ты чего? Макс, это вообще кто? Вера. Вера. Валите отсюда все! Подожди. На луком! Подожди, ну не кричи, ну не кричи, ребята. Что такое вообще? Вали отсюда! Юля, папка Сафирынечка, я тебя прошу. Пожалуйста, ну пожалуйста, ты скажешь? Моя сестра, пожалуйста, скажи. Чего? Валите отсюда! Все, спокойно, сидим, сидим. Все, сейчас, это моя жена, она устала. Мы просто пойдем? Юлячка, иди ко мне, любимая. Ты чего? Ну, это мои друзья. Ну, мне было плохо. Ну, приши ко мне. Ну, они поддержали меня, ну, мимию. Чего ты? Чего ты орёшься? Ну, чего ты у нас подошел кайфер? Чего ты орёшь? Рот закрой свой. Это мой дом. И всю тут мою. Не нравится, забирай вещи и проваливай отсюда. Ребят, вечеринка продолжается. Берусьик, иди, иди к нам. Будет весело. Да! Слышь, пацаны, отъедьте, мне заехать надо. Сейчас отъедем. Да. Бо спросил передать, что все сроки уже вышли. Ну, нет у меня сейчас балок. Ну, я что-нибудь придумаю. А тебе не нужно ничего придумывать. Хочешь остаться живым и здоровым? Брата убери. А брат-то вам чем помешал? Строится не на том месте. Брата уберешь, эту землю нам отдашь. Должок испишется. А мне не слушается. Как я его говорю? Ты что, глухой? Кто здесь про уговоры базарит? Совсем убери, грохни. А как? Просто не волнует. Не уберешь. Тебе самому коса и улыбаться будет. Ты понял. Все, погнали. Ну, вот, Маргарита. Это моя мастерская. Что, нравится? Угу. Да, это то, с чего мы начинали. Ты знаешь английский? Кажется, да. А ты нет? Я нет. Вот, письма от партнеров. Пытался перевести. Три часа, чуть голову не сломал. Поможешь? Они хотят совместно инвестировать в современные технологии по изготовлению строительных материалов. Это круто. Слушай, может быть, ты английская королева? Тогда я слишком хорошо говорю по-русски. Привет. Здоров. А чём базар? Да вот, оказывается, Маргарита. Английский знает. Письма переводим. Ага. Ну и чё пишут? Тебе предлагают купить участок на Регген-стрит. В Англии? Круто. Давайте купим. Слушайте, поедем в Англию. Ну, это писали мошенники. Все дома на Регген-стрит принадлежат королевской семье. Их нельзя продавать. Вот уроды. Даже англичанам нельзя доверять. Слушай, а здесь Эмин хорошо английский знает. Давай её что-то возьмём, переводчица. Ну, а чё, смотри, как лихо мошенника вычислила. Ну, действительно, Ред, откуда ты всё это знаешь, а? Ну, вспоминай, ну кто ты? Ну, действительно, давай напрягись. Не дави, Люха. Ладно. У меня всё сразу. Поехали дома смотреть. Поехали. Результаты нашего расследования вы можете получить или по электронной почте, или по факсу. Как только вы переведёте оплату за проделанную работу, нам на счёт. Нет, своего секретаря вы прислать не можете. Личную информацию мы можем отдать только по нотариальной доверенности. Конечно, мы охраняем вашу личную жизнь. Всего доброго. Ждём. С тех пор, как мы работаем вместе, Бронислава Яновна, дела нашего агентства заметно пошли в гору. Гришенька, ты преувеличиваешь. Но, не скрою, мне это приятно слышать. А мне приятно это говорить. И вообще, я преуменьшаю, и ты талисман нашего агентства. Давай, проси всё, что хочешь. Давай. Ну, если ты такой добрый, вот как ты думаешь, я заработала отпуск? Конечно. Говори, всё, что хочешь. Хочешь на Канары? Нет, это так далеко. Я хочу поехать в Захарьевск. Понимаю. Подожди. Мне как раз кажется, что ты не совсем понимаешь. Когда я там была, в прошлый раз, на могиле Риты, я ничего не почувствовала. Понимаешь? Вообще ничего. И меня это мучает. Я, я хочу разобраться. Так а что конкретно тебя смущает? Да всё. Я хочу поговорить со всеми, кто хоть немного в курсе. И понять наконец-то, что произошло на самом деле. Подожди, Бро. Ты хочешь провести собственное расследование? Нет, нет, не расследование. Я хочу скорее успокоить тебя. У меня ведь нет оснований не доверять следователю. Ну, ты можешь сама поговорить с Максом. Нет. С Максом я поговорю только после того, как разберусь во всем сама. Ну, хорошо, хорошо. Захаревска, так Захаревска. Поехали. Да я сам, Илюха. У меня моя тушка в последнее время что-то стала слушаться. Смотри. Я вот думаю. Может, в крачам, а? Может, когда посмотрят, какой-то прогресс есть. Вот смотри. Вот. А? Ничего себе. Твоя Маргаритка на тебя так хорошо действует. Наверное. Ты ей рассказал, кто она? Да нет. И Татьяна тоже говорила, время ей нужно. Нельзя так сразу. Чего, нравится она тебе? Нравится. Нравится, только ничего я не скажу. Пока я калека не хочу, чтобы она меня жалела. Слушай, братан. Ну, какой ты калека? Тебе он в делах так везет. Не у каждого здорового так получается. Везет, Илюша, тому, кто сам везет. Это точно. Ты меня чего сюда притащил-то, а? Ну, чё? С детства тут не были. Красотища. Понимаешь, вон там царозанка наша висела? Да. Я знаешь, чё подумал? У вас же с вашей Маргариткой вроде как годовщина. Год назад познакомились. Ну, так вот, давай сюда приедем, ее с собой привезем, поляну накроем. Ну, чё, смотри, вода, горы, романтика. Девки такое любят. Хорошая идея. Давай. Может, ты и стихи пишешь? Конечно, пишу. Ну, это… Я помню чудное мгновение… Тра-та-та-та-та… Передо мной явилась ты, это Пушкин. Пушкин. Значит, Пушкин у меня слямзил. Ладно. Слышь, братка, я слышал, ты земельку себе козырную купил, да? Да, Илюш. Земля, правда, хорошая. Хочу госзаказ получить. Целый комплекс построить. Конкурент есть? Ну, а как же без них? Ты даже не представляешь, кто. Ну? Бурый-то решил легализоваться. Наезжал даже на меня. Представляешь, он своих пацанов заставляет, чтобы они его боссом называли. Придурки. Слышь, братан, Бурый-то беспредельщик известный. Может, ты бы не связывался с ним? Продай ему землю, новую купишь, м? Слушай, Илюха, беспредельщик-то он беспредельщик, только и я тоже прогибаться под него не собираюсь. Все, базар окончен. Ну, че? Догонишь? Ты понимаешь, что мы сами себя в ловушку согнаем? Да не психуй-то. А че ты такой спокойный? Мы ведь теперь от него полностью зависим. Мы ведь оба знали, что какое-то время его нужно будет просто потерпеть. Легко о тебе говорить. А я вообще-то с ним под одной крышей живу. Вера, потерпи еще немного. Подпишем контракт с китайцами, и все это закончится. Не, не похож ты на учительницу английского. Угу. Я тоже думаю, если бы учительница была, наверняка бы детей каких-нибудь вспомнила. А как ты думаешь, ты только английский знаешь или еще какой-нибудь язык? Кажется, немецкий тоже знаю. Я говорила на немецком с ребятами из общежития. Интересно, а что это у нас за общежитие, в котором студенты из Германии живут? А может ты в университете училась? Точно. Точно я училась в университете, но это было где-то далеко не здесь. Ну, видишь? Видишь, дело пошло. Ты начала вспоминать. Я же говорю, все будет хорошо. Всем вспомнишь. Тань, меня Богдан на пикник пригласил, на пригорский карьер. Свидание? Какое свидание? Там Илья будет. Просто прогуляемся все вместе, как друзья. Ну, сходите, прогуляйтесь. Там красиво. Я там гуляла. Давай. Спи. Так красиво здесь. Да. С нашей Силюхой место. Притормози-ка, братка. Давай. Да я сама. Главное, не мешайте. Сама так сама. Давай-ка посмотрим, может, что поменялось тут? Хорошо здесь. Ой, да. Помнишь, как мы малыми здесь желания загадывали? Может, давай еще загадаем, а? Не хочу, Илюха, ничего загадывать. Просто жить хочу. Ну, тогда я загадаю. Какие у тебя желания, Илюш? У тебя ж все было. Расстрынкиваешь направо и налево. А ты откуда знаешь? Птичка на хвосте приносит. Птичка? Значит, стучат на меня. Ладно. Тогда я загадаю, чтоб все у меня наладилось. Ты ж берегов не чувствуешь. У тебя сегодня Илюха наладится, завтра разладится. Не слушаешь никого. Слышь, Богдан, я тут тебя спросить хотел. Почему ты в меня никогда не верил, а? Я ж тебе жизнь спас. Да помню я, помню я лишь помню. Как пацанов ты в Афгане из окружения вытаскивал. Все помню. Только вот в мирной жизни у тебя что-то не получается. Думаешь, я не знаю, что у тебя кредит? На какой черт он тебе сдался? Ну, продай ты свой дом. Земли продай, которые ты нахватал. Закрой ты этот долг чертов. Возвращайся ко мне, я с тобой все пополам разделю. Работать будем, как прежде. Брат, а ты дай мне денег взаймы, а, в последний раз. Опять двадцать пять, а? Ну, я отдам, честно. Все, Илюша, больше никаких денег. Давай, принимай мое предложение. И все. Понятно. Такого не может. Что там? Карта плохая. Так, Тарас, иду на Пригорский карьер быстро. Я боюсь, что-то с нашей девочкой случится. Так, тетя Тань, спокойно. Ты только не нервничай. Я быстро, я на мотоке. Пять минут. Прав ты, брат? Конечно, прав. Сам я во всем виноват. Дурак я. Ты прости меня, брат. В этой ситуации. Либо ты, либо я. Нога! Нет! Нет! Я не понял, у тебя чего ноги заработали? Нет! Иди! Иди сюда! Э, вы что делаете? Вот так, Маргаритка. Родной брат хотел меня убить. Я все вспомнила. Маргарита Владимировна, я полюбил вас с первого взгляда. Будьте моей женой. Я давно хотела услышать эти слова. Но не от тебя. Ничего не бойся. Я с тобой. С тобой я ничего не боюсь. Помогите! Дай руку, Лита! Держи, Лита! Подай палку, Лита! Подай палку! Держи, подай, держи! Я вышеду, держи! Я вышеду, держи! Слава Богу, живая! Ой, девочка моя! Тарас в милицию позвонил. Он сам все рассказал, признался во всем. Ничего, с ней все нормально. Его отпустили под подписку. Все ж знают, что он никуда не денется. В нем Богдан твой позвонил и сказал, что Тарас все с собой их спас. Да, я тоже это все расскажу. Расскажешь, расскажешь. Ну так что? Ты Рита? Рита. И еще я замужем. Ну так что же муж тебя не искал? Не знаю. Еще я вспомнила, что он был женат на моей подруге Вере. Угу. Так что, подружки мужа отбила? Нет. Он уже в разводе был. И Богдана я тоже вспомнила. Он тоже был влюблен в Веру. Почти пять лет назад. Ничего себе. Туго узел завязался. Туго не распутать. Ай, глупость. Любой узел можно распутать. Для начала надо бы с мужем твоим связаться. С мужем? Что я ему скажу? Что скажу? Нам бы телефонного найти, а там позвонишь, само скажется. А номер я помню. Ну так давай звони. Держи. Двушечку. Угу. Макс. 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 Проснись. Тебе звонят. Макс. 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 Проснись. Тебе звонят. Иди к чёрту. Макс. Ну а если это по делам фирмы? Макс, если это ваши китайцы? Чёртую твою фирму и китайцев к чёрту. Иди. Проснись. Оставят от меня что ли уже? Господи. Алло. Алло. Вас не слышно. Максим не может подойти. Перезвоните завтра. Вера. Вера. Опять Вера. Понятно, почему Максим меня не искал. Всё, не переживай. С утра будем в милиции, будем разбираться. Пошли. Здравствуйте. 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 Один двухместный, пожалуйста. Хорошо. Отдохнём с дороги? Нет, Гриш, давай бросим вещи и сразу по программе, хорошо? Так куда спешить-то? Гришенька, мне кажется, что мы чего-то не знаем, не понимаем. Мне надо быть уверенной, что мы сделали всё, что могли и знаем всё правду. Вот тогда я успокоюсь. Беспокойная моя Броночка. Каким образом вы можете доказать, что вы Маргарита Скульская? Почему я должна доказывать? Расскажите, как можно было так формально отнестись к следствию и опознанию? Ну почему же формально? Ваш муж вас опознал. Ну то есть я хотел сказать ваше тело. По каким признакам? Ручальное кольцо. Оно какое-то особенное было? Обыкновенное. А если мой муж был заинтересован в моей смерти? Есть несколько свидетелей того, как он пытался вас спасти, рискуя собственной жизнью. Понятно. Скажите, где меня похоронили? Это получается, что тело опознавал только муж Риты? Ну обычно этого достаточно. Так считают. Подожди, он сказал только об обручальном кольце. А оно обыкновенное, совершенно ничего особенного. В фотографии тело не сохранилось. А точно узнать, а на лето мы можем только добившись эксгумации. А разрешение на неё нам даст только её муж. Это какой-то замкнутый круг. Извини. Гришенька, а давай поедем на могилу, а? У меня что-то сердце не на месте. Поехали. Спасибо. Простите, пожалуйста, а мы к третьему участку правильно идём? Да, да. Вот там, да? Спасибо. Погоди. Вронь, ты чего? Вита! Вронечка! Вронь, вот это интуиция. Беру тебя к себе компаньона. Макс, ты соображаешь вообще или нет? У тебя завтра встреча с китайцами. Прекрасно. Да на кого похож будешь? На генерального директора генеральной компании. Да бомжа запойного ты будешь похож. Всё, заканчивай. Да пусти! Да хватит! Всё, всё. На, на. А у меня, знаешь, какое средство похмелья? Менералка и моя красивая женщина. Протрезвей сначала. Моя Верочка. Пирочек мой. Пирочек. Как ты, а? Помнишь, меня кинула, как первый раз, а? Так вот ты мне хотела продаться подороже. А потом не получилось и вернулась, да? Ага. Прости, прости, я не могла… Не могла… У тебя крыша от пьянства едет. Пусти! Совсем уже? Слышь ты, хозяин, ты кого себя строишь? Ты слезняк обычный. Да если бы не мы с Кириллом, тебя бы в твоей фирме вообще никто не слушал! Да ты не мужик вовсе! Ты моя, слышишь? Слышишь ты? Ты моя! Компанию возглавили Вера и Максим. А помогал им в этом Кирилл. Кирилл Романов. Косвенно виноват в смерти вашего отца. Риточка, это он заказывал в фотоательете мерзкие фотографии с Аней. Его опознали. Маргарита Владимировна, после того, как выяснилось, что вы живы, можно добиться возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество», а также можно переквалифицировать ее в более тяжелую статью. Смотри, что покажет следствие. Ну что, начинаем биться? Начинаем. Вы кто? Это не важно. Вы должны поехать со мной. В смысле? Звать на помощь, бежать — бесполезно. Прошу вас пройти со мной. Здания данного образца выполнены по методу скользящей опалубки. Эта технология является авангардом современного строительства. И дома, построенные таким образом, удобны и долговечны. Ваш генеральный директор опоздал уже на полтора часа. Мы ждать больше не можем, поэтому контракт не будет подписан. Я вас уверяю, это недоразумение. Прошу вас, останьтесь еще минут на десять-пятнадцать. Я уверен, он появится. Скользящая опалубка. Вот же ж Макс. Алло. Алло, это я. Что тебе? А что ты речишь-то на меня? Я просто хотела спросить, как дела? Подписали ли вы договор с вашим китайцем? Нет. Твой муженек так и не появился. Что? Что слышала? Макс так и не приехал. Все сорвалось. Здравствуйте, Максим Эдуардович. Вы меня помните? Здравствуйте. Понимаете? Это не мой друг. Ваши! О. 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 Я не убивал тебя. Рита, Рита, я тебя не убивал! Рита, я тебя не убивал. Рита! Я тебя не убивал, слышишь, Рита? Я тебя не убивал! Рита, я не убивал тебя! Макс, ты не убивал меня. Я жива. Ну что? Ничего-ничего, всё решим. Что мы решим? Он приехал? Да. Ты что творишь, а? О! Сладкая парочка. Рита жива. Как? Это не важно. Важно то, что я ей всё отдам. И вы останетесь ни с чем. Вот так. Всё. Вер, езжай домой, я всё решу. Лена, езжай в банк Северный. Рита уже там. Если со мной что-нибудь случится, у тебя есть доверенность на открытие банковской ячейки. Поняла? Да ничего со мной не случится, Лена. Макс, Макс, давай поговорим. Слышишь? Давай поговорим. Ну что ты как маленький? Макс! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что ж ты, руль-то в руках так не научился держать? Учиться никогда не поздно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, ладно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, где твой бывший? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вы Маргарита? Здравствуйте. А вы... Меня попросил приехать Максим. Я должна вам передать вот эти бумаги. Здесь есть документ, подтверждающий дарение на ваше имя. И вам остается только все официально переоформить на себя. Пойдемте. И еще он просил сделать все без него, если он не сможет приехать. Угу. Пойдем, Маргарита, пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Маргарита Владимирович, мы, конечно, очень рады, что вы живы, но я вынужден вас предупредить. Компания находится на грани банкротства. Николай Андреевич, я прошу вас написать заявление об уходе по собственному желанию. Бронислава Яновна, мне надо побыть одной. Да, конечно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скажи мне, что все будет хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У меня компания разорилась. Не разорилась. Возьмешь меня к себе в партнеры? Возьму. А в мужья? Да. Садимся лицом к двери. У вас пять минут. Физический контакт запрещен. Если что-то нужно, стучите. Привет. Зачем ты приехала? Соскучилась? Смешно. Ну, почему ты всегда лучше меня? Как тебе это удается? Мне казалось, это ты лучше, красивее меня. Я любила тебя, Вера, как сестру. Всегда готова была тебе помочь, чем могла. Просто тебе все легко доставалось. И даже вторая жизнь. Везучая ты, Риточка. А все твои милости были обыкновенными подачками. Я видеть тебя не могу. Лучше бы я тебя сама убила. Своими руками. Вера. Вера. А тебе легко было решиться... убить меня? Я говорила с адвокатом Голдманом. Он один из лучших свяжется с тобой. Обещала сделать так, что ты получишь максимум два года условно. Ты уже можешь начинать же садоваться. Какой холодно? Зачем? Что мне садово-то начинать? Кому я теперь нужна ни образования, ни мужа? Моя жизнь закончилась! Что ты лезешь ко мне за своей добротой?! Потому что ты два раза никого не сдохнуть. Я тебя не дам, поняла? Уходи. Уходи. Уходи! Уходи. Ура! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем вас от всей души! Поздравляем! Спасибо! Дорогие мои, как же я рада? Спасибо, Танечка! Счастья вам! Какая красивая пора, Гришенька! Я вот уверена, что они будут очень счастливы! Ты же не сомневаюсь! Броничка, может и нам организовать свою ячейку общества? Как думаешь? Ты что, делаешь мне предложение? Вроде того! Предлагаю тебе руку сердца своё! Детективный агент! Каков будет твой ответ? Я согласна! Я согласна! Спасибо! Ты настоящая фея! Причём здесь с Евой, сами всё сделали! А теперь что, собирайтесь уезжать? Может быть, к нам в адреску заедете? Обязательно заедем! Только позже! Сейчас у Багдаши работы много! Восстанавливаем компанию, Маргарита! Вместе? Ну, почти! У меня, правда, появились более важные задачи! Поздравляю! Какие задачи? Багдаша! Ты скоро станешь папой! Горько! Горько! Ура! Ура! Горько! 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 Он и вновь летит! Падает швыкс слёзы в ледяную постель. Как мне без тебя было нелегко, поверь! Мне поверь! Но темно уже растаялся, Продолжение следует...